Друзья, всем привет! Это личное мнение. Прямо сейчас, друзья, будем выслышивать личное мнение Артёма Дмитрука, народного депутата 9-го созыва, члена правоохранительного комитета Верховной Рады, фракция «Слуга народа». Или, во всяком случае, Артём, вы избирались от «Слуги народа»? Да, всем добрый день. Я избирался от «Слуги народа». Я был фракцией «Слуга народа». Но, как я думал, я был в партии «Слуга народа». Но, как выяснилось позже, когда я уже выходил из фракции, глава партии на тот момент сообщила о том, что я не являюсь членом партии «Слуга народа». Хотя... Или на шляк. Да, хотя, по идее, я должен был быть членом партии «Слуга народа». Я туда вступал. На сегодняшний день я уже давно не являюсь ни членом партии «Слуга народа», не вхожу в фракцию «Слуга народа». Это ещё всё произошло до полномасштабного вторжения. Я беспартийный народный депутат. Друзья, конечно же, Артём Дмитрук – один из главных ньюзмейкеров страны, безусловно. Мне кажется, важнейшая тема, которая произошла на прошлой неделе, мы много в Телеграм-канале об этом с вами обсуждали, это призыв, в том числе, я не знаю, информационных воинов, офиса президента, которые призывали публично зарезать действующего народного депутата. Не было никакой реакции. Вот буквально недавно на днях началось уголовное производство, было открыто по этому поводу. Мы сейчас об этом всём поговорим. Миллион к вам, Артём, вопросов. Ну и, конечно, скандальные новости или события, которые вокруг вас. Это и УПЦ, и это события в Одессе, и это события с военными-невоенными на улице. Всё это мы обязательно обсудим. Но, знаете, вот мы начали с вами говорить про «Слугу народа». Очень сложно, на самом деле, найти человека сейчас в парламенте, который мог бы вообще обсуждать политическую повестку дня. И то, что происходит в парламенте. Я вот 15 лет этим занимаюсь, да, но я искренне вам говорю, что никогда такого вакуума не было. Удивительно. Никто не хочет говорить публично, что происходит. Я хочу, пользуясь возможностью такой, хочу вам задать вопрос, какую-то стартовую позицию. Что вообще происходит в парламенте? Он существует? Что это вообще за люди? Что вы там делаете? Потому что нам здесь, ну, видится, что вы там находитесь в зазеркале, в каком-то... И вы, извините за сленг, вообще не отстреливаете, что происходит на улице, за стенами парламента. Вы можете что-то... То, что парламент, вы правильно сказали, находится в определённом вакууме, да не только парламент, а и кабинет министров, и большинство министерств, это правда. То есть мы очень редко, мы как народ Украины, имею в виду, очень редко можем посмотреть на то, что на самом деле происходит в кабинетах власти, те решения и так дальше. Что же касается, допустим, моей позиции до полномасштабного вторжения, она была чётко и ясна. Я говорил о том, что нам необходимо перевыборы в парламент. Потому что я видел, чтобы те депутаты, которые есть в парламенте, могли в полной мере выполнять свои функции, выполнять свои депутатские повноважения. И именно тогда я чётко говорил о том, что происходит, как депутаты в большинстве своём, это были слуги народа, не исполняют свои прямые обязательства и так далее, и так далее. Здесь, конечно же, полномасштабное вторжение сыграло свою огромную роль. И скажу откровенно, в начале полномасштабного вторжения, определённый период, парламент имел такую встряску, парламент имел такую, вы знаете, возможность работать, 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 показывать результат. И это было видно. Что же касается сейчас, что же касается сейчас работы парламента, ну, объективно, если я был бы популистом, я бы сказал, что да, у нас там есть парламентская крыза, срочно всех разогнать, выгнать, никто не хочет работать и так дальше. Но я буду говорить как есть. Сегодня парламент собирается. Другой вопрос, какие решения принимаются? Это уже достижения, что он собирается? Я думаю, что да. Потому что тот состав народных депутатов, которые есть, допустим, в большинстве слугов, слуги народа, я думаю, что на сегодняшний день это достижение. Потому что, еще раз повторюсь, было глубокое убеждение до полномасштабного вторжения, что мы еще тогда должны были уже провести парламентские перевыборы. Поэтому сегодня парламент собирается, сегодня парламент работает, сегодня решения в парламенте принимаются, и он, в принципе, функционирует. Хорошо. О чем говорят люди в парламенте? О чем говорят люди во фракции слуга народа? О чем вы между собой там разговариваете? Ну, смотрите, нужно понимать, что парламент это огромное количество разных людей, так же, как и в обществе, с разным мнением, с разной позицией, и, что очень важно, с разных регионов нашей страны, которые занимаются разными вопросами. Мне, допустим, тяжело сказать, какие внутренние вопросы обсуждаются в большинстве партии, там, во фракции слуга народа и так далее. Но приезжая в парламент, в основном, это, конечно же, сегодня, лично у меня, это насущные вопросы, как и были всегда. Я депутат-мажоритарщик, я депутат от Одессы, и мои вопросы глобально всегда это решение вопросов одесситов, вопросы, которые я поднимаю постоянно по борьбе с организованной преступностью в Одессе, с борьбе, там, с мошенническими колл-центрами и другими-другими правонарушениями. Ну, и, конечно же, это повестка дня, обязательно, это вопрос войны, это вопрос социального обеспечения военных и другие вопросы. Но, в принципе, на самом деле, если люди думают, что граждане Украины, что там происходит что-то другое или что-то сверхъестественное, то нет. В парламенте обсуждаются все те же вопросы, которые обсуждают все граждане нашей страны, скажем так, на кухне или у себя дома. Ничего сверхъестественного там не происходит. Никакой суперинформации, какой-то секретной информации, которую, как могут думать, граждане нашей страны, мы знаем или мы владеем, ее тоже нет. Мы такие же граждане нашей страны и, в принципе, обладаем примерно той же информацией. Слушайте, ну вот, просто наталкиваюсь я на мысль, скажите, пожалуйста, ну, получается, что... Ну, нам отсюда кажется, что парламент превратился абсолютно в бутафорный, какой-то орган. И вот, в принципе, это совпадает с тем, что вы говорите. Если мы с вами располагаем приблизительно одинаковые информации, обсуждаем приблизительно одинаковые вещи, то зачем вы там находитесь тогда? Смотрите, институция парламентаризма в нашем государстве, в этой каденции, я считаю, потеряла в большей степени, потеряла свою смысловую нагрузку и перестала выполнять свои прямые обязанности в государстве. Но если мы будем говорить, допустим, о... я начал мысль о том, что сегодня там парламент не работает и нужно переизбирать. Ну, реально, как мы сейчас можем сделать перевыборы в парламенте? Я считаю, что это невозможно. Это интересный, кстати, вопрос. Да, это вопрос интересный, он насущный, и очень много блогеров там поднимают этот вопрос у себя в соцсетях, в СМИ много пишут опросники о том, что там нужны ли выборы в парламент и так дальше. Конечно, они нужны. Еще раз повторюсь, об этом говорил давно. Но вопрос в том, что на сегодняшний день провести выборы в парламент, это невозможно. Артем, ну вот нам говорят, смотрите, ну не вы конкретно, да, но мы говорим власть, да, говорит о том, что вот много людей должно собираться, которые приходят, да, голосовать, что это опасно и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, неделю назад в Киеве закончился Атлас Викинг. Слушай. Так опасно собираться людям. Я не понял еще, опасно собираться депутатам в большинстве? Нет, голосовать нельзя проводить выборы, потому что люди собираются, ходят на участок и скопления людей. Нет, смотрите, здесь же вопрос, наверное, даже не о скоплении людей. Не вам так говорят? Да, а мы должны понимать, что выборы это очень тяжелое структурное событие, очень тяжелое структурное событие в плане обеспечения безопасности кандидатов, в плане обеспечения безопасности результатов, в плане обеспечения безопасности избирательных участков и результатов выборов. Также очень важно понимать, что на сегодняшний день я уверен, что огромное количество вейсковых, наших военных, командиров, да и просто рядовых военных захотят участвовать в выборах, как в Верховную Раду, так и в местные советы, в районные, в сельские советы. Как на сегодняшний день военный может участвовать полноценно в выборах, если он находится на линии фронта и выполняет сегодня свои прямые обязанности, которые на него возложены. Понимаете, дело в чем? А политическая деятельность, даже приборная кампания, это очень сложная, очень энергозатратная, это занимает все время у человека. То есть как полноценно тот же военный сможет участвовать в своей избирательной кампании, если он элементарно задействован сегодня в совершенно других задачах. Ну и вопросы безопасности, конечно, тоже они есть. Поэтому сегодня выбираем и до Конституции, чтобы взглянуть до Конституции, но мы увидим, что парламентские выборы неможливы подчас військового станка. Хорошо, в парламенте витает вообще такие разговоры. Вы между собой обсуждаете, как выйти из этой ситуации, чтобы перезбирать парламент? Ну да, ну как бы война, понятно, что мы перезбирать не можем. Ну да, вопрос институции, работающей тоже под вопросом, субъектности вопрос парламента тоже под вопросом. Ну какая-то кашка, если честно, нет? Смотрите, по поводу переизбрания парламента я, честно, даже не слышал ни разу о таких разговорах среди народных депутатов, имеется в виду. А что касается вообще выборов, ну как-то да, в воздухе это начало витать взагали в державе, что возможно будет какой-то процесс переговоров, перемирия, там в ближайшее время, какой-то год и вот будут какие-то выборы. Вообще да, этот вопрос начинает обсуждаться, начинает обсуждаться даже больше вчера народный депутат Евгений Шевченко на своем телевизорном канале выставил очень интересную мысль касательно будущих политических проектов. И он сказал о том, что они будут разделены на несколько частей. Это условная партия капитуляции, условная партия мира и условная партия войны. То есть я так чему все говорю, что разговоры о выборах уже начались. Ну а структурно как это реализовать, да, пока я никакого варианта не слышал. Артем, а кто должен взять на себя ответственность вот эту структуру, сформулировать? Это же ведь, ну по большому счету, я должен сказать, что это парламентская работа, но как вы считаете, парламент, я считаю, я думаю, что здесь может быть только один вариант. Я так думаю. Это процесс переговоров, это мир, какой-то период после подписания мира, это минимум три месяца для того, чтобы более-менее стабилизировать ситуацию в стране, чтобы все, кто хотят участвовать в выборах, приняли активное в этом участие, чтобы мы закрыли огромное количество социальных проблем, насколько это будет возможно, да, потому что мы понимаем, что после окончания войны их будет огромное количество, и совсем быстро справиться точно не получится. И тогда, тогда мы можем уже приступать к процессу выборов по-другому. Это невозможно, к сожалению. Если я был бы популистом, я бы сейчас вам сказал, что да, давайте выборы там проводим сейчас. Вот Зеленский же и парламент избирались, когда была война уже в Луганске, в Донецке, и тоже были люди за границей, они тоже как-то голосовали. Но здесь совершенно не та история. У нас полномасштабное вторжение, у нас задействовано в войне намного больше людей, у нас в Рихово за границей много больше людей, огромное количество людей находится без документов и так далее, и так далее. Поэтому сегодня это не та история, когда можно просто махнуть рукой и сказать, ну давайте проводить выборы. То есть я считаю, что проведение выборов в парламент возможно только при условии окончания войны, процесса адаптации после этого, минимум три месяца, это минимальный срок, и после этого проведение парламентских выборов, местных советов и так далее. Институционально, как вы считаете, парламент готов к тому, чтобы урегулировать всю эту ситуацию в том состоянии, в котором он находится сейчас, вот эти народные депутаты? Если бы сегодня были обязанности переложены на парламент, обязанности включения в процесс переговоров, это очень тонкая тема, очень тонкая и очень важная, ну наиважливейшая сегодня тема, я бы сказал так, для нашей державности, для нашей суверенитеты, для наших людей. Так вот, если бы сегодня обязанности принятия таких сложных решений были возложены на парламент, то я думаю, что процесс мира наступил намного быстрее, и мы бы намного эффективнее начали бы реализовывать все наши возможности достижения мира. То есть ядро парламента такое существует? То есть я с полной уверенностью могу сказать, что в парламенте есть люди, которые сегодня готовы взять на себя эту ответственность, а это должны быть люди с яйцами, люди с мозгами, очень мудрые люди, люди, которые будут иметь возможность не поддаться на провокацию и не следовать всяким заявлениям, угрозам права радикалов, думать о будущем своей страны, думать как истинный патриот, как искренний человек, который любит свою страну. И парламент мог бы, подытожим, что парламент мог бы взять на себя эти обязанности, выбрать тех людей, которые могли бы представить члены парламента в переговорной группе, и достижение мира было бы намного быстрее. Это мое субъективное мнение, но как депутаты Верховной Рады Украины. А большинство есть под такие инициативы, как вы считаете? Ну, об этом сложно сказать, потому что подобные решения даже не заходили в парламент. Не то чтобы даже решения, даже, я думаю, этого никто не обсуждал по-настоящему в парламенте. Я там со своими коллегами, однодумцами, скажем так, да, мы об этом говорим постоянно. У нас есть определенное видение этого. Я думаю, что ни для кого не секрет, кто, собственно, является моими однодумцами в парламенте. Мы этого не скрываем. И наша группа, и другие народные депутаты. Поэтому так. Но всерьез парламент, конечно же, пока этого не рассматривал. Отвечая на ваш вопрос, поддержал бы парламент такое решение, очень сложно сказать. Все нужно... Знаете, это как и с законом про Украинскую Православную Церковь. Вроде говорили, что все, сейчас все готовы там голосовать, сейчас мы все закроем, всех попив, позакрываем и так дальше. А видите, не все осталось, а отгадалось. Мы к этому сейчас скупаться перейдем, я что бы закрою. То есть, да, я вам к тому, что сложно говорить о принятии какого-либо решения, тем более такого сложного, как процесс переговоров, выбор каких-то депутатов в эту переговорную группу, взятие на себя таких полномочий, пока этого вопроса не было на повестке дня. Я сейчас сформулирую, мы же говорим прежде всего об ответственности. Мне вот это интересно. Ответственность есть, есть народные депутаты, которые были бы готовы взять на себя в полноте ответственность. Ну, какая-то часть, хорошо. Чтобы вот закрутить, закончить эту историю. Парламент, мы говорим о том, что он не очень субъектен, скажем так, в Украине, да, последние годы, мягко говоря. А вот эта вот несубъектность или вопрос этой несубъектности в парламенте обсуждается? Ну, видите, как получается, что взагали у нас парламентско-президентская форма правления, да, в державе, то основные решения повинны принимать парламент, так? У нас за последние пять лет произошла дискредитация парламента, скажем так. Об этом речь? Да, об этом речь. Это есть. Но, знаете, я не могу говорить за весь парламент. Я могу говорить за себя, там, и за своих ближайших сторонников. Возвращаясь к переговорам, это дальше, да, они не готовы, эти депутаты готовы принять на себя эту ответственность. А что же касается полной субъектности, ну, и Конституция, да, мы можем доноизвертаться. По ощущениям, ну, все делается для того, чтобы у парламента не было субъектности, скажем так. Принято. Тогда двигаемся дальше. Артем, неделю назад или две недели назад один из людей, который обслуживает информационно офис президента, мне кажется, тут нет никаких сомнений, это, ну, всем известно, это открытая информация, публично призвал вас зарезать. Да, это Владимир Петров, члена правоохранителя. Знаете, я написал у себя большой пост по этому поводу. Члена правоохранительного комитета, кстати говоря. Вот, значит, еще не было в истории, наверное, независимой Украины, новейшей истории, да, вот идет к ранее 30 лет, чтобы государственного деятеля публично призывали на улицы зарезать, и чтобы парламент, я это написал в телеканале, и чтобы парламент никак даже не отреагировал на это. Ни правоохранительные органы, ни коллеги по парламенту. Ну, так вытирать ноги об парламент я еще ни разу не видел. Что произойдет? Это продолжение вашего вопроса касательно того, на каком месте сейчас парламент, да, и его вот значимости, и моего ответа, что парламентское значение всячески уничтожается. То есть, это нифига не смешно, я объясню, почему. Если наши зрители думают, что народный депутат Украины, это просто какой-то чиновник, там, в министерстве и так далее, то это, конечно же, совершенно не так. Я, как народный депутат Украины, наделанный повноважением и монооборалы грамотяны Украины. То есть, я должен в парламенте представлять интересы граждан Украины, и защищать их права и свободы и так далее. В данном случае я избирался из Одессы. И когда такие люди, как Петров и подобные ему, всячески дискредитируют меня, как народного депутата, мою деятельность, угрожают убить меня постоянно, системно, да, то, конечно же, это не просто они угрожают мне, как субъекту, как физическому лицу, как народному депутату. Они, по сути, ломают и препятствуют моей депутатской деятельности. То есть, в моем лице они хотят убить, там, 30 тысяч человек, которые проголосовали за меня на выборах. Понимаете? Это как минимум. Поэтому это очень серьезный вопрос. Парламент никак пока на это не отреагировал. Хотя, мне кажется, что были уже заявления Стефанчука о том, что, возможно, если у народных депутатов есть мысль о том, что им может выражать опасность, звертатись до Министерства внутренних справ, то будет вырешиваться по-дальшему, как сцепитание. Но я вам скажу точно, что... Это странная позиция, если честно. Да, потому что изначально за такие призывы, во-первых, это разжигание ненависти, это угроза государственному кредителю. Я, если честно, просто шокирован. И до сих пор, что он до сих пор не арестован. И еще и представитель правоохранительного комитета, это вдвойне цинично. Что вы делаете в правоохранительном комитете? Мы должны понимать, что Петров на сегодняшний день, как он говорит, он работает на офис президента. Это вообще парадоксально. То есть сегодня один из блогеров говорит, что он работает на офис президента, через две недели рассказывает о том, что нужно зарезать народного депутата Украины. И все это в нормальном русле продолжается. Дискредитирует ли это государство? Дискредитирует ли это государственную власть? Дискредитирует ли это президента? Ну, однозначно. Должен ли человек понести за это наказание? Однозначно. Но что мы видим дальше с практической точки зрения? Петров системно ведет такую работу по отношению ко мне. То есть угрожает меня там убить. Питбурья дует всех своих подписчиков. Его подписчики пишут мне, как они будут меня убивать и так далее, и так далее. То есть тут же надо понимать, что Петров это не просто тип, который что-то там сказал. У него ноль подписчиков и ноль фотографий. Это человек, который влияет на общественное мнение. И мы можем посмотреть на сегодня на очень неприятный случай, трагический, который произошел с Фарион. История с Фарион это публично сформована позиция граждан Украины по отношению до Ирины Фарион. Так же они делали это, например, со мной. Но они говорят, что это может быть московский средство. Ну конечно, прокачивая общество о том, что убить народного депутата Дмитрука, это будет норма. Теперь до практического вопроса. Я написал, конечно же, заявление в полицию. Скажу как есть. Первый раз мое заявление приняли, но уголовное дело не завели. То есть, имея прямые доказательства угрозы моей жизни, имея публичное освещение этого, дело не завели. После этого мы, группа народных депутатов, моих коллег, обратились с этим к министру внутренних дел. И была быстрая реакция, и дело все-таки завели. Я сегодня был на очередном допросе, я к Потропилой, в полиции, где давал соответствующие показания касательно всех этих действий. Вот, поэтому вот в таком вялотекущем пока процессе и режиме все это проходит. А в это же время Петров продолжает в своих эфирах призывать людей к тому же, ну то есть к убийству народного депутата Дмитрука, и занимается своей пропагандистской деятельностью. По моему мнению, по моему глубокому убеждению, Петров и ему подобные, это люди, которые работают на врага, это люди, которые выполняют самые грязные задания наших врагов, так скажем так, их даже агентами не назовешь. Просто шавки Кремля, которые выполняют самые грязные задачи по разрушению, по расколу нашего общества. Слушайте, я, ну это спортивный интерес, правда, это за рамками вообще какой-то профессиональной дискуссии, но тем не менее, внутри парламента, чтобы вообще никто как бы не интересуется этими вопросами никого, это как бы не затрагает, не трогает, не чипает. Ну, смотрите, сегодня в СИЗО уже какой месяц подряд сидит народный депутат Александр Дубинский без оснований на то. Кого-то это интересует вообще? Нет. Ну, обвиняют госизмеи. Ну, где? Есть хоть один публичный, хоть одно публичное доказательство того, что Александра было действие, направленное против державы Украины? Немае. А він сидит. Мало того, ну что, вы не помните, сколько было случаев попытки убийства народного депутата Дубинского, уже находясь в СИЗО? Было несколько. Поэтому, когда просто угрожают убить народного депутата, сегодня для парламента это ничего страшного. Есть группа моих сторонников, моих коллег, однодумцев моих, да, народных депутатов, которые, конечно же, включились в этот процесс и благодаря тому завели уголовное дело на Петрова. Но большая часть в парламенте очень слабо реагирует на эту всю историю, потому что думают, что их это не коснется. Хотя они очень глубоко ошибаются в этом. И сегодня, когда власть допускает возможность таким, как Петров и ему подобным, напрямую угрожать народному депутату Украины и оставаться безнаказанным, ставит очень серьезную такую точку в своей будущей и политической, и жизненной деятельности в Украине. Удивительная история, если честно. Ну, удивительно, но это реальность. Это реальность на сегодняшний день. Послушайте, ну, вы же видите, что происходит каждый день на улицах наших городов, когда непонятные люди в военной форме под видом ТЦК просто воруют людей, завозят их в подвалы, что-то там с ними происходит. Сегодня в Одесской области депутат Одесского областного совета Бабенко Андрей, под псевдонимом таким Самсон, это его охранная фирма Самсон, насилует, бьет, поджигает, ворует, занимается вымогательством. Десятки уголовных дел, последнее самое громкое дело, убийство четырех граждан Азербайджана, расстрел четырех граждан Азербайджана, изнасилование девочки 15-летней, трема охранниками этого Андрея Бабенко. Огромное количество преступлений. Сегодня он остается депутатом, членом правоохранительной комиссии и продолжает работать и заниматься своей преступной деятельностью. Если мы говорим о кризисе в парламенте, то нужно посмотреть, какой кризис происходит сегодня на местах, когда в каждом регионе есть организованные преступные группы, которые позволяют себе абсолютно все, и нет на них никакой управы. Артём, двигаемся дальше. Ну, конечно же, нужно поговорить про УПЦ. Почему? Потому что вот я видел на днях публикацию о том, что откроется парламент, новое заседание, да, начнется с того, что будет проголосован закон о запрете УПЦ. Я сейчас объясню свою позицию, в ней будет вопрос. Я не очень освещаю, скажу честно, деятельность религии. Это дело каждого индивидуального личного человека, да. Ну вот парламент был заблокирован во время войны, трибуна была по поводу вопроса УПЦ. Была заблокирована, с этим мы ушли. Вот сейчас есть анонс, то, что сессия откроется, либо там заседание будет следующее открытое с вопроса ликвидация УПЦ. И я, знаете, человек достаточно далекий от этого, да, но тем не менее, мне кажется, этот вопрос на поверхности. Ну давайте так. Ну если есть какой-то предатель, который находится в какой-то церкви, неважно в какой. Вот есть специальные службы, которые делают специальную работу, следят. Если есть доказательства, приехали, одели наручники, увезли, суд, ну и, собственно, процедура всем известна. В чем проблема? Зачем вы, ну не конкретно вы я имею в виду, а я имею в виду вы в парламенте, ну вы для нас все в парламенте, да. Зачем вы занимаетесь, вот и опять же, конкретно к вам вопрос. Вы член правоохранительного комитета. Но если есть проблемы с какими-то там офицерами ФСБ, там, скажем, в рясах, условно говоря, ну, возбуждайте дела, допрашивайте, судите и поехали дальше. Это же ведь может быть в любом другом месте, не только в церкви там, в любом другом органе может быть. Он Петров, пожалуйста, тот же вопрос к нему, да. Вот специальной службой занимаетесь. Что происходит? Зачем вы вот этим занимаетесь? Ну в парламенте я имею в виду. Да. Что это такое вообще? Вы очень правильно сказали, что любое преступление должно иметь расследование и четкие факты и доказательства. В данном случае вопрос резонансный и вопрос публичный и касающийся огромного количества людей в нашей стране. Больше 8 миллионов прихожан сегодня являются прихожанами-сторонниками Украинской Православной Церкви. Если есть предатели, если есть люди, которые вчиняют злочины, какие вопросы? Показывайте доказательства, факты и привлекайте к ответственности. Правильно? Были ли предатели в Верховной Раде Украины? Ну, конечно же, были. Были ли предатели во всех других структурах и организациях? Конечно же, были. В огромном количестве. И я уверен, что они до сих пор и работают. Почему-то. Вот. Что же касается Украинской Православной Церкви? Найбольшие религийные громады у нас в державе. Предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший Ануфрий, в первый день полномасштабного вторжения, пока еще огромное количество чиновников, депутатов, мэров и других публичных людей молчали, потому что ждали, на какой стул им присесть. Бойко выступал в прямом эфире на российском телевидении и обсуждал вхождение войск, которые ждали, думали, куда им сесть и какую сторону им принять. Например, мэр Одесса вообще там две недели молчал и не знал, что ему делать, бегал там из угла в угол, не понимал, что происходит. И таких людей было огромное количество. То предстоятель Украинской Православной Церкви в первые часы, как только пришел в храм, включил камеру и записал видео, в котором четко и ясно высказал свою позицию. И то же самое сделали все владыки во всех епархиях Украинской Православной Церкви. Сегодня прихожане Украинской Православной Церкви освещают нашу страну на фронте в огромном количестве. Сегодня прихожане, священники и владыки Украинской Православной Церкви проделывают огромную работу по укреплению нашего государства, по защите социально незащищенным граждан нашей страны, по помощи военным, реабилитации и так далее. Но кому-то захотелось запретить эту религиозную общину, самую большую в нашей стране. Я считаю, что это исключительно проект Порошенко, который он продолжает реализовывать. Этот законопроект по запрету Украинской Православной Церкви был проголосован в первом чтении, и всем нам обещали, что он будет проголосован и во втором чтении. Но пока мы дошли до второго чтения, об этих ущемлениях прав граждан, о том, что происходит у нас в стране, когда отбирают храмы, избивают наших прихожан, священников, узнала вся страна. Узнала вся страна. Огромное количество правозащитников, огромное количество государственных деятелей в Европе, в Штатах заговорили об этом и дали четкие сигналы, что сегодня власть в Украине хочет заборонить наибольшую религиюную громаду. Это точно неправильно. Поэтому, если говорить конкретно, то слава Богу, что законопроект до сих пор не принят. И я считаю, что принятие этого законопроекта, возможное принятие этого законопроекта во втором чтении, поставит крест на наших взаимоотношениях с большей частью Европы и Соединенных Штатов Америки. Сегодня те люди, которые являются спикерами, двигателями, инициаторами законопроекта про УПЦ, те, кто двигают эти месседжи о запрете Украинской правоосланной церкви, на многих из них уже готовятся санкции. И они могут быть приняты как в Соединенных Штатах Америки, так и конкретно в Британии. В парламенте, Артем? Да. Что говорят люди? Вот мне искренне интересно. По поводу... Зачем? Ну, просто вот... Ну, есть преступник, есть подозрения, но занимайтесь. Зачем их голоса? Есть люди как-то мотивируют, есть какая-то собственная позиция. Ну, очевидно, что это какой-то, ну, раскол. Ну, зачем? Смотрите, это... В чем мотивация? Смотрите, это раскол однозначно, раскол общества по религиозному признаку. Все люди, которые этим занимаются, это враги нашей страны. Те люди, которые продвигают эти месседжи, они вообще далеки от веры, от церкви. Как правило, эти люди даже не являются прихожанами. Никакой... Иметь в виду, за принятие этого законопроекта. Ну, да, условно говоря. Ну, есть, да, конечно. Они, смотрите, это... А есть же мотивация какая-то? Ну, конечно, есть. Эти люди... Там ты подхоживаешь, там, ну, там, человек X. Слушай, ну, зачем ты же можешь зеленый окно? Смотрите, это слабые люди, которые подвержены информационной кампании, которая проводится против страны Украины, против граждан Украины. И эти люди просто потерпают от информационного вируса, который попал во многих аспектах в нашу страну, во многих вопросах. И они просто оказались слабыми. Хотя народный депутат Украины, государственный деятель, не может быть подвержен таким информационным вирусам. Но они подвержены. Они это, извините за выражение, схавали. Ну, будем говорить, как есть. Московская церковь. Ну, какая Московская церковь? Никогда в жизни ее у нас не было. Тут она появилась. Ее срочно нужно запретить. Эти люди обвиняют кого угодно в своих неудачах и своих проколах и других обстоятельствах, но не себя. В данном случае сделали виноватым Украинскую православную церковь. Обозвали ее Русской православной церковью или Московским патриархатом, что никак не связано с нашей церковью вообще. Мы всю жизнь знали, что наша церковь это Украинская православная церковь. Без всяких приставок МП, Московский патриархат. Без всяких приставок РПЦ, Русская православная церковь. Были ли связи у граждан Украины с русскими? Ну, до полномасштабного вторжения. Да были ли у всех, наверное. Ну, у большинства. Хоть какие-то. Торговля, взаимоотношения, политические взаимоотношения. Есть ли сейчас у определенных людей взаимоотношения с русскими и торговля, и так далее. Я думаю, что есть. Об этом узнаем, может, попозже. Понимаете? А самыми виноватыми и самыми крайними остались прихожане Украинской православной церкви. Последствия кто-то просчитывает? Нет. Смотрите. К сожалению, сегодня большая часть парламента не способны мыслить критически, не способны оценивать, не способны оценивать те последствия, которые могут наступить после принятия конкретно этого законопроекта. Поэтому и так легкомысленно относятся к этому. Поэтому и так легкомысленно выступают с заявлениями о том, что нужно запретить церковь, что обзывая ее московской, называя ее вбывцем украинского народа, оскорбляя огромное количество граждан нашей страны. Это легкомыслие только из-за того, что у огромного количества депутатов в парламенте нет критического мышления, нет понимания о том, какие последствия могут наступить после их высказываний, после тем более возможного принятия этого законопроекта. Ясно. Двигаемся дальше. Есть еще одна большая тема, которую с вами нужно было бы обсудить. Это все-таки вот этот бандитизм, эти колл-центры. Вот вас несколько раз обвиняли в избиении военных, в том числе. Что это все такое? Вообще, по поводу колл-центра, вообще потрясающая, конечно, история. Ну, Коля Тищенко, ну, это вообще, конечно, константа. Потрясающая история. О нем, кстати, почему-то все уже и забыли. Сидит он там, не сидит у себя дома, арестован. Но вот вам, конечно, я не знаю, как, опять же, правоохранительный комитет, вопрос к вам. Вам вообще не кажется странным, что вот это чистое вот шахрайство, мы понимаем, что это такое, колл-центры, мошенничество, да, действует абсолютно неприкрыто. Все об этом знают. На всех уровнях у государства, и об этом говорят. Вообще, вот это вот национальное мошенничество, как национальная какая-то идеология, либо она была впущена вот в этот вот круг мошенничества под национальной крышей. Ну, я много раз доводилось мне слышать на улицах о том, что соискатели работы, да, говорят о том, что там, в колл-центре набирают открыто этих людей. Идет Рия Крутинг. Все знают о том, что эти люди идут заниматься мошенничеством. Фарс какой-то. Артем, что происходит? Давайте, наверное, этот вопрос разделим на несколько частей. Я постараюсь, постараюсь объяснить, что такое колл-центры, как они работают, что это вообще такое. Это вообще стало частью экономики. Это стало частью жизни большинства граждан нашей страны. Я вам скажу так, частью экономики сложно сказать. Объясню, почему. Я думаю, что это больше надуманная история. Ну, давайте, давайте постепенно, очень быстро постараюсь объяснить, что такое мошеннические колл-центры. Это огромные организованные преступные группы людей, хорошо спланированные группы людей, которые, которые в большей степени поддерживаются правоохранителями. Эти организованные группы людей открывают офисы, так называемые. Офисы, это просто берется там в аренду или покупается помещение. Помещение оборудуется специальной техникой. Даже во многих случаях специальным есть там фоны, есть одежда для того, чтобы снимать там интересные видео из-за чуть ли не Израиля дела, что вам звонит там полицейский и так дальше. То есть это огромная, сложная работа. Набирает людей не только украиноязычных или русскоязычных, набирает людей со знаниями иностранных языков. На сегодняшний день, допустим, в Киеве, я думаю, что находится таких офисов, ну, я думаю, что около тысячи точно. Да, около тысячи мошеннических колл-центров, которые обманывают, ежедневно обманывают людей абсолютно во всех сферах. Мы должны понимать, что мошеннические колл-центры, это не только вам там звонят и обманывают по какой-то определенной одной информации. Нет, это и разводы с OLX, и Автория, и с других торговых площадок. Это разводы от А до Я. То есть вам могут позвонить как бы под тем, что это звонит там ваш родственник или ваша мама, или папа, или ваш сын. То есть это все виды возможных разводов. Плюс колл-центры, это огромная площадка бота, бота-фермы, да, бота-фермы, которые работают и на Российскую Федерацию, когда они вот проводят те же самые информационные кампании против граждан Украины, против власти Украины, против народных депутатов Украины. То есть это отдельно кабинеты, в которых работают именно боты, люди, которые ведут там энное количество страниц в Инстаграме, в ТикТоке, в Телеграме и спамят другие, другие каналы или создают информационную повестку. То есть мы должны понимать, что колл-центры не только звонить, это очень серьезные эти преступные организации, которые реально могут влиять и влияют на повестку дня в нашей стране. Сегодня эти преступные организации повязаны, дуже крепко повязаны и с державными структурами, недоброчестными державными структурами. И у многих, у многих, я думаю, так называемых олигархов в нашей стране есть эти колл-центры для того, чтобы продвигать свои определенные нарративы, свои мнения и так дальше. Деньги зарабатываются в колл-центрах очень хорошие. Там минимальные ставки у самого рядового сотрудника от 500 долларов, зарабатывают они намного больше. Если это хороший сотрудник, который умеет хорошо обманывать колл-центры были у нас в стране всегда, просто во время полномасштабного вторжения они, скажем так, легализовались. Они приняли такую форму, мы работаем против русских. И они считают, что они выполняют определенный фронт работы тем, что звонят по типу русским и обманывают их, забирают у них деньги и таким способом приносят пользу нашей стране. Это все обман. Это я говорю как человек, который плотно занимается этим вопросом, который заходил не в один мошенничный колл-центр, а, наверное, уже в сотни, который видел огромное количество документов, баз данных и так дальше. Даже те колл-центры, которые по оперативной информации работали исключительно по России, обманывали гражданам Российской Федерации, мы заходили туда и там находили огромное количество баз данных, звонков, заходили даже в момент, когда мошенник обманывал граждан Украины, телефонував и говорив на гарней украинской мове, он точно не телефонував громадянам России. Поэтому это все прикрытие, это мошенники, которые работают по гражданам Украины, по гражданам Европейского Союза, по Америке, по Израилю и вообще везде, где можно дозвониться, где есть мобильная или интернет-связь. Работают ли они, обманывают ли они граждан Российской Федерации? Ну, конечно, как и всех остальных. Ну, просто как и всех остальных. Это никакие не спецгруппы, которые работают, исключительно обманывают Российскую Федерацию. Все это обман и бред. Это обычные, обычные мошенники, обычно организованные преступные группы. Только я считаю, что помимо того, что там наркота, помимо того, что там разврат, помимо того, что они забирают на свою сторону огромное количество людей, которые могли быть полезны в других секторах экономики, в работе и так дальше, в мошенническую деятельность это забирают, они еще несут огромный вред нашей стране. когда принимают элементарно заказы от врагов, вот, допустим, от Российской Федерации, да, или от других групп влияния, которые здесь распространяют ненужную информацию против нашей страны. Что же произошло у меня, когда меня обвиняют в том, что я там избил какого-то военного, бедного, который там где-то стоял на улице, курил сигарету, я шел и избил, вот это самое все. Смотрите, очень один из ярких примеров работы именно вот этих ботаферм, именно колл-центров, очень умело, очень хорошо разогнали всю эту информацию про Таяк Дмитрук, по боевийскому, на все было намного проще, это все есть в материалах дела, и все это известно правоохранителям. Был подставной человек, важный акцент, не военный, ни дня нигде не воевавший и так далее, то и подобное, не имеющий никакого отношения к военной службе, это раз. Человек обычный, вышибала в одном из колл-центров, то есть охранник, который бил людей в колл-центре, которые не хотели выполнять определенные задачи. У них есть специальные комнаты в колл-центрах, где они избивают сотрудников. Это была такая боевая единица из этой ОПГ, из мошеннических колл-центров, и он не первый день, это тоже зафиксировано все в материалах дела, есть в материалах дела и видеодоказательства этого, не первый день следил за нами, подходил к нам, специально провоцировал меня, Александра Куницкого. Его задачей было украсть телефон у Александра Куницкого, так как там было огромное количество информации, которую мы сняли и сканировали с устройств, которые находились в этих мошеннических колл-центрах, доказательств, что они работают именно по гражданам Украины и так далее, и так подобное. Его задачей было украсть телефон и убежать, что, собственно, в этот раз он и почти реализовал. то есть, в данном случае, если смотреть видео, не то, которое выставляют пропагандисты, да, и колл-центры, а обратиться к материалам и посмотреть все это с другой стороны, то очень хорошо видно, как этот обычный бандюган вырывает из рук у Куницкого его телефон, потом бьет меня, наталкивается на меня, мы с ним падаем на землю, после чего он достает нож, что тоже зафиксировано в материалах дела и сфотографировано, и записано, какой нож, как достал и так далее. После чего я пытался его успокоить, чтобы он дождался полицию, он нанес мне там энное количество ударов, и, собственно, видим то, что видим уже в интернете. Что же касается Коли Тищенко, так Колю Тищенко отработали, также отработали колл-центры, потому что мы же видим, что на видео Коля Тищенко никого не трогал, никого не бил, его на видео даже нету, то, которому предъявляют, что как бы там какого-то военного там что-то с ним сделали. Коли Тищенко там нет. Это обычная заказуха за большие деньги мошеннических колл-центров. Это не в оправдании Коли Тищенко, это не в защиту Коли Тищенко, это в объективной. Там была его охрана, это, ну, видите, тут сложно сказать, какая охрана, договора охраны не было. Люди, которые находились рядом с ним, ну, сложно сказать, очень сложно. Отработка. Очевидно, что Колю развели, это понятно. Якщо б там было неупоряджене следство, неупоряджене следство, да, и не было б такого публичного разголоса, то мы б увидели совершенно другую картину. А то, что сегодня мы видим, так это мы видим, что колл-центры, извините за выражение, нагнули институцию правоохранительную и народного депутата. Потому что расследования не было, а просто колл-центры занесли огромное количество денег в эти пропагандистские колл-центры для того, чтобы продвинуть информацию в определенные структуры. И была задача изолировать Николая Тищенко для того, чтобы он далее не проводил эти рейды по мошенническим колл-центрам. Мошеннические колл-центры огромные экономически влиятельные структуры в нашей стране. Это надо понимать, это надо осознавать. Колл-центры это сегодня осознавать в первую очередь нашей власти, которая не хочет это осознавать и не хочет это принимать. Вот, кстати, хорошие слова, что колл-центры победили государственную машину. Они нагнули. Сегодня колл-центры это и по отношению к Николаю Тищенко это нагнули. Очень скептически к Николаю отношусь, но... Да здесь вообще дело не в Николаю. Вообще дело не в Николаю. Вы должны понимать, что это Николай Тищенко или это другой народный депутат или это другой гражданин. Здесь вопрос в том, что у нас должно быть расследование, должны быть доказательства, должны быть факты. Так же, как и по Дубинскому, так же и по Тищенко. Мы же с вами... Какое... Вы знаете, какое огромное количество людей без суда и следствия сегодня находятся в местах лишения свободы. Какое огромное количество людей пострадало за свои политические взгляды, убеждения и так дальше. Какое? Сотни людей. Поэтому мы же говорим о том, что мы демократична, вільна держава и повинны дотримуватись права, демократии и цих принципов. Разумеете? А сегодня, на примере народного депутата, мы видим, как организованная преступная группа в виде колл-центров нагнула целую институцию. Вопрос к вам. Важно закончить тему, что есть законопроект, очень хороший законопроект, в котором я являюсь соавтором, который хорошо подготовили, хорошо сделали. Был принят в первом чтении, у которого в санкциях статьи за занятие этой деятельностью, за организацию этой деятельности санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Поэтому, если будет парламентское согласие, комитетское согласие, и мы сможем вынести это в парламент и проголосовать, я думаю, что это будет очень серьезный рычаг для того, чтобы минимизировать действия мошеннических колл-центров в нашей стране. Я вам скажу, что наша деятельность, депутатская деятельность и моя, и моих коллег, она принесла огромные плоды. Мы закрыли огромное количество этих мошеннических колл-центров, смогли помочь огромному количеству людей, которые были в процессе обмана. Вы же понимаете, что процедура обмана гражданина это не секунда, это может длиться даже год, когда вас запускают в процесс, и ваши деньги вы отдадите только через год. И так же огромное количество людей не пострадало. Я все-таки чтобы выйти на что-то, я, знаете, удивительно, мы начинали с вами по поводу парламента говорить, и чем занимается парламент, но опять же вопрос, вот комитет правоохранительной деятельности, вот есть вот эти вот структуры, которые нагибают государственные органы, чем вообще занимается парламент? я возвращаюсь к своему ответу о том, что парламент, как и общество состоит из очень разных людей, из людей с разными мнениями, разной позицией, разными взглядами. И здесь, знаете, вы еще в чем вопрос? Вопрос в гражданах, которые не требуют от своих народных депутатов выполнения их прямых обязанностей. Сколько приемных народных депутатов вы знаете в регионах и каких народных депутатов? Я думаю, не знаете. Я в Киеве, в Киеве живу. Хорошо. Чьи приемные вы знаете в Киеве на сегодняшний день открытые? Кто проводит сегодня встречи с гражданами из народных депутатов? Не знаю. Есть ли коммуникация сегодня народных депутатов с обществом, с людьми? Нет, абсолютно. Сегодня кто из народных депутатов вообще ведет публичную деятельность хотя бы в телеграм-канале, хотя бы создал чат-бот, который отвечал бы на вопросы граждан? Ну, кто сегодня этим занимается? Только те, которые входят в состав финансово-промышленных групп. Не понял. Только те народные депутаты, которые входят в состав финансово-промышленных групп каких-то, которые лоббируют свои... Я не веду, что... Допустим, я скажу конкретно, допустим, за себя. Вот у меня, допустим, есть всегда открытая социальная сеть. В моей сети в телеграм-канале всегда есть ссылка связь со мной. Любой человек может написать, задать свой вопрос. Я ежедневно отправляю ну, до 10, наверное, депутатских обращений только просто от тех людей, которые пишут мне в мой чат-бот, который закреплен у меня в телеграм-канале. Понимаете? Обратная связь и ответы гражданам Украины это прямая обязанность народного депутата Украины. И если бы все народные депутаты были в связи с гражданами, тогда, возможно, и их ответственность в парламенте была бы выше. А так, огромное количество депутатов изолировались от общества, от людей и просто не реагируют на это. Живут в своей истории и даже не думают о том, что можно выполнять по-другому свои депутатские полномочия. Понимаете? Понимаю. Удивительно, кстати, если бы всем народным депутатам, как мне, люди бы писали десятки сообщений в Телеграм-канал, но я думаю, работа была намного эффективнее. Например, я говорю, я не говорю уже за живые приемные, за встречи народных депутатов и так далее. Вообще, видите, мы с вами интересно заканчиваем. Мы начинали говорить о том, что функционирование парламента и вообще субъектность парламента и так далее, и так далее, и невозможность его переизбрания, невозможности выборов, а заканчиваем тем, что эти люди изолировались, ничего не делают, ничего не хотят, хотят просто нажимать кнопки, неважно за что, даже если это сеет какой-то сумасшедший раскол, даже если это какая-то глупость. И вот мы находимся в ситуации, когда сделать ничего нельзя, а вот эта деятельность, которая есть, она, ну, можно ее назвать в каком-то мере преступной против общества, ну и что дальше? А что дальше? Вот именно поэтому... Я же вам отвечаю. Вот именно поэтому и я, парламентарий, громадянин Украины в первую очередь, говорю и выступаю за переговоры, за переговоры, которые должны перейти в миру, к миру в нашей стране. Потому что только после этого мы сможем продолжать делать правильные конституционные решения в нашем государстве. Это выборы и так далее, понимаете? потому что сегодня мир в нашей стране это не просто какое-то решение, это очень важное и нужное решение в нашей стране. Потому что, как вы говорите, мы зашли уже в тупик. И сегодня в нашей стране, к сожалению, без мирных переговоров, без того, чтобы наступил мир, огромное количество решений просто невозможно принять. Друзья, Артем Дмитрюк, народный депутат, девятый созыв, мажоритарщик, экс-член партии «Слуга народа» из Одессы, член правоохранительного комитета. Артем, вам огромное спасибо, что откровенно поговорили и ответили на вопросы. Ну, здорово. Приходите еще. Спасибо. Прикладайте, чтобы приходить. Спасибо.